Доброе утро! Вы смотрите Вести Магнитогорск в студии Ксения Перчаткина. Сегодня начинается досрочное голосование за кандидатов в депутаты городского собрания. В территориальных избирательных комиссиях, которые расположены в районных администрациях, проявить гражданскую позицию можно по будням с 9 до 20 часов без перерыва, выходные с 12 до 16 часов. А с 9 сентября начнут работы уже и участковые избирательные комиссии. Рационализаторы Магнитогорского металлургического комбината помогают компании экономить энергоресурсы. У специалистов ММК в первом полугодии поступило 351 эффективное предложение. Из них 59 мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности предприятия, уже реализовано. Годовой экономический эффект от их внедрения превышает 196 миллионов рублей. В Магнитогорске открылся третий центр тестирования норм ГТО. Теперь упражнения на гибкость, пресс, поднятие гири, подтягивания и отжимания можно будет сдавать и в Левобережном ФОКе. Там же появились и новые тренажеры. Это подарок воспитанникам спортивной школы номер 6 от губернатора Челябинской области Бориса Дубровского при активной поддержке депутатов законодательного собрания. А в конце недели пункт сдачи норм ГТО появится еще и в эко-парке. В Ленинском районе после восстановления открылась площадка, с которой связаны важные вехи в истории магнитогорского баскетбола. Здесь тренировались игроки 50-х, 60-х и 70-х. И даже проходили соревнования союзного уровня. Восстановить площадку после запущения для студентов колледжа и университета решил ветеран магнитогорского баскетбола. А ныне директор Института металлургии, машиностроения и материала обработки МГТУ Вахид Бегеев. Через две недели здесь пройдет турнир по стритболу среди студентов всех общежитий магнитогорска. Далее прогноз погоды. Оставайтесь вместе с нами. Сегодня в Фершенпенуазе плюс 13-15. В Кизийском около 14 градусов тепла. В Верхнеуральске 12-14 выше нуля. В Магнитогорске временами дождь днем плюс 11-13. Редактор субтитров А.Семкин